Так, ну что, друзья, я нашла свой идеальный горшок, ну, не идеальный, но достаточно хороший, у меня тут мята сохнет, короче, зашла в хозяйственный в один, зашла в другой, ничего нету, никаких приличных горшков, ну, нормальный, в принципе, нашла, не идеальный, но хороший, то, что, в принципе, и хотела, вернее, не совсем то, что хотела, но тоже неплохо. А вот такие перчатки обнаружила по 70 рублей, взяла две пары на дачу, потому что те, что в фикс-прессе продают, они вообще уже никакие, они вообще ни о чем, и в фикс-прессе я точно больше брать не буду, они, ну, ужасные. Вот, сейчас. В общем, расческу взяла, 130 рублей обычная, но такая же в фикс-прессе дороже. Так, взяла вот такой вот цветочный дренаж мелкий, взяла на всякий случай, но если что, пригодится для чего-нибудь другого. Так, еще взяла жидкий концентрат удобрения. Оно, ну, там, жидкое, надо разводить водой. Вот, так, еще вот он, собственно, горшочек с поддоном, такой поддончик, и обычный круглый горшочек. Цветочный, классический, прозрачный. Я вообще хотела из более такого плотного пластика, такого, почти как на стекло похож пластик, такой плотный, совсем прозрачный, но там были только розовые горшки, а розовый я, ну, никак не хотела. Вот, и еще, ну, как же я и без масок уйду из магазина. Короче, увидела по 20 рублей, по 19. Вот такие вот масочки. Взяла все, какие были. Вот, зеленая. Такая вот белая. Так. Голубая. И бирюзовая. Посмотрим. Вот этих, наверное, надо будет потом прикупить. Мгновенное увлажнение. Она, вроде бы, не глиняная, она гелевая. А остальные, вернее, вот две глиняные, и вот эта вот тоже она гелевая. И две глиняные. Ну, посмотрим. Вот, так что, в общем, такие покупочки у меня. Наконец-то горшочек нашла. Начнем с вами пересадку. Сегодня забрала с Валберес три абсолютно одинаковые посылочки. Это у меня коллаген. Забрала, заказала для мамы в основном. Ну, то есть я взяла три банки, соответственно, две ей, одну себе на пробу. У меня, правда, еще есть в капсулах. Но они очень огромные. Я не знаю, как я буду его допивать. Очень большие капсулы. И трудно глотать. Это еще сайхерба у меня осталось. Так, одной рукой неудобно доставать. Такая вот огромная стеклянная банка. Спасибо, Ольга, за наводку, за ссылочку. Вот, упаковано хорошо. Я боялась, что, может быть, треснет банка. Но нет, все нормально. Я проверила еще на пункте выдачи. Такой вот коллагенчик. Довольно-таки рассыпчатый. Мне нравится. Хорошо выглядит. Вот, так что вкус нейтральный. И, видите, крышка запечатана. То есть тут сверху слюда. Вот, шов надо оторвать. И тогда можно будет открыть. Вот тут тоже видно, что сверху пленка. Вот, мне нравится это. Запаковано, значит, никто до тебя его не нюхал. Вот, и добротная такая хорошая баночка. Здесь, по-моему, 90 грамм. Я смотрела, на сайте было написано 90 грамм. Но я посмотрела, по цене это получается выгодно. Да, вот 90 грамм. Выгоднее, чем с того же iHerb заказывать. Попробуем. Смотрите, друзья, какая особенность. И у меня сразу вопрос. Зачем такое делать? Мы были в магазине. Взяли вот абрикосы, там томаты батон. И это было сегодня. Вот, 10 августа. На этом же чеке были прикреплены купоны на скидку. Купон действует только 10 августа. Смысл. Как ты можешь воспользоваться купоном, если ты его только что получил? То есть нужно снова выйти из магазина, снова зайти и воспользоваться купоном. Что за бред? И вот еще. Блин, хотя бы на завтрашний день. Какой смысл делать на сегодня? Ты уже взял покупки, уже вышел из магазина, уже дошел до дома. Смотришь в чек, а там скидка. И только сегодня действует. Что надо возвращаться по ходу? Что за идиотизм? Я вот заметила, такое вот в Дикси и еще в других. Некоторые магазины тоже вот в Магните тоже прикрепляют. Только сегодня. Как я могу воспользоваться только сегодня, если я этот чек только что получила? А больше ничего покупать не планирую. Идиотизм какой-то. Зачем так делают? Друзья, конечно, я бы с вами поделилась результатами жизни замиокулькаса. Но поступил вопросик в комментариях, все-таки побыстрее сказать, как там он поживает, есть ли какие-то подвижки. У нас, значит, прошло две недели. Я поменяла воду. Ну, чуть меньше двух недель, где-то дней 10-12. То есть я посмотрела, не мутная она. Ну, на всякий случай поменяла воду, заменила, соответственно, активированный уголь. Вот. И заново их поставила. Так. И давайте посмотрим. Тот замиокулькас. Я на просвет не хочу их вытаскивать из воды. Там все видно на самом деле будет. Так что не переживайте. Все будет видно. Я думаю, что вы уже видите. Замик, который с большим, этим сам, ой, с большим, вот с этим, без, без луковицы, без картошки вообще. На нем ничего нету пока. Я вот жду. Может быть, образуется картофелина или корешок. Так что пока ничего нету. Так. Замик, который был с картошкой, на нем пошли новые картошки. Один вон огромный и один маленький. Я думаю, вы его видите, да? Но я жду, когда будут прям еще корешки большие. И вот сегодня я увидела просто для вас. Начала снимать и увидела, что на замике, на котором была большая картошка, на нем тоже есть корешки. Корешки. Вот они. И надо долить воды. То есть вот та картошка, которая внизу, на ней, скорее всего, не будет корешков. Хотя вот там один просыпается вроде бы. Вот здесь вот. Но, скорее всего, не будет. Поэтому ее можно отрезать и поставить поглубже в воду, чтобы корешки шли как раз вот здесь от шейки. Где, собственно, они и просыпаются. Они там были, но они были как уснувшие, что ли. Вот так что, в общем, замик поживает хорошо. Сейчас у нас, получается, прошла неделя. Даже меньше. Не, ну, где-то, да, неделя. В понедельник я поменяю воду. Вот сейчас у нас, получается, сегодня 18-е. Вот в понедельник я поменяю воду. Ну, вроде бы она не мутная. То есть я бы так не сказала, что она мутная. Она довольно прозрачная. На дне там какая-то собирается слить. Но она несущественная. Поэтому не думаю, что прям это важно. Сейчас немножко водички долью, чтобы вот этот большой погрузился. И все. И до новых встреч. Так что замик поживает очень хорошо. Итак, друзья. Вчера у меня получилось 9 баночек. Вот. Одни, значит, сколько, 4 штуки по 450. И 5 штук по 580. Да? Правильно считаю? Да, 5 штук. Так, если бы была, допустим, была еще одна вот такая вот и 3 вот таких, то влезло бы все. Ну, там чуть-чуть осталось, в принципе, подведем вручную. Ну, в смысле так. Чуть-чуть там, буквально 100 грамм не влезло. Вот. Так что получилось 4 баночки. Но я делала по другому рецепту. По Анюткиному рецепту там еще нужно куча ингредиентов. В общем, я подумала в следующий раз. Потому что кабачков очень много. Это у меня они тут обитают. Я уже часть рассортировала. Ну, вот. Это уже малая часть осталась. Вот тут выложила в тазик то, что мне надо порезать либо кружочками, либо переработать как-то, в общем, кубиками. Кстати, вот она банка. Я почему-то решила вот эти 4 маленькие сразу наполнить, а большие уже по ситуации. А надо было 3 маленькие и 1 вот такую. И все бы влезло прям чуть-чуть в чуть-чуть. Вот. Ну, вот. Решила так. В общем, еще лежат тут. Это уже мытые. Их нужно мне измельчить, так скажем. Что-то колечками, что-то кубиками, что-то там как-то еще. Еще у меня вот тут в холодильнике на пятно не смотрите. Это такой холодильник на грани, на грани размораживания. Так что, вообще не знаю, откуда тут видно. В общем, такие кабачки, они темно-зеленые. И вот практически без семян их вот колечками жарить тоненько. Ну, вот не осталось. Вчера все съели, чтобы вам показала. В общем, это холодильник какой-то чудной. Он не горит, лампа. Но при этом он работает. Мы, в общем, не поймем, сломался он или нет. Вот. Так что я его вот освободила. Так более-менее практически все, что портится, из него вытащила. Вот. И тут у меня остатки уже лежат. То, что может еще полежать. То, что уже, в принципе, затвердело. Ну, как затвердело? Корочка такая твердая. Я их щупаю. Вот этот зеленый, не твердый. Надо его тоже. Вот этот. Вот этот. Вот эти два тоже. Ну, так их может полежать. Вот эти все тоже могут полежать. Они уже начинают твердеть. В принципе, не знаю. Просто этот зелененький, как бы чуть-чуть. А эти уже белые. Вот. Так что вот эти вот нужно тоже переработать. Вот. Ну, вот эти, в принципе, могут долежать до понедельника. Я хочу еще... У меня есть такие средние банки. Где-то по литру. Думаю, может быть сделать вот эти желтые с патиссонами. Типа... И вот такие вот. Типа а-ля маринованные. Вот. Носим. Такие пироги у меня. Еще, ну, планирую вот эти вот всякие заготовки сделать. В плане... Там, порезать кубики, квадратики, кружочки, пласты. В общем, чтобы потом достал, разморозил и начал что-то готовить. Вот, в общем... Вчера с икрой еле-еле закончила реклама на пол первого. Конечно, очень мудрное это занятие икра. Вот. Но в общей сложности я ее готовила, наверное, часов 12. Пока все нарежешь. Пока все почистишь. На одной конфорте готовлю. Пока все обжаришь. Потом все проблондеришь. Добавить ингредиенты. Тушить там полтора часа. В общем, еще банки стерилизовать. В общем, мудрное занятие. Сейчас посмотрим первый раз по этому рецепту. Дали на работе. Посмотрим, как получилось вкусно, невкусно. Ну, надеюсь, что вкусно. Запах был очень приятный.